МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на Хабар 24 в студии Бутагос Саркулова. Здравствуйте. С днем столицы казахстанцев поздравил глава государства. В своем твиттере Касмужумар Тукаев подчеркнул, что город стал олицетворением независимости Казахстана, созидательной энергии наций, развития и прогресса. Нарсултан Назарбаев рассказал, какой видит столицу в будущем в интервью телеканалу «Казахстан». Первый президент подчеркнул, что город должен войти в число 600 крупнейших в мире. Наука, культура и искусство – все специалисты будут сосредоточены в мегаполисах. Мы начали строительство столицы в непростое время, не имея средств и возможностей. Решение было непростым. Это было время, когда Советский Союз развалился. Денег на пенсии, зарплаты учителям и врачам не оставалось. И в такое время я сделал ставку на свою политическую карьеру. На протяжении многих лет я много рисковал, и самым большим риском было строительство новой столицы. Путешествуя по странам, я всегда смотрел на архитектуру ее городов. В Нарсултане объединилась архитектура Европы и Востока, Китая, Испании и Италии, превратив столицу в красивый город, привлекающий внимание посетителей. Город и дальше будет продолжать расти и процветать, а его население составит 2-3 миллиона человек. Таким образом, Нарсултан станет одним из крупнейших городов. В этом году в столице построят 3 миллиона квадратных метров жилья. А уже в следующем году главный город страны избавится от смога. Жители обеспечат природным газом. На сегодняшний день с юга страны протянуто более тысячи километров газопровода. Газифицирована будет не только столица, но и Караганда, Жесказган, Петропавловск и Кокшетау. В настоящее время город Нарсултан обеспечен природным газом только на 30%. А в 2022 году этот показатель достигнет уже 100%. Следующая основная цель – перевод столичных ТЭЦ на газ. Потому что в последние годы город окутал смог. Чтобы не допускать этого впредь, все котлы городских энергоисточников будут заменены на газовые. 7% населения страны проживает в столице. После переноса число ее жителей увеличилось в 4 раза и достигло 1,2 млн человек. В преддверии дня города Национальное бюро статистики опубликовало новые данные о том, как менялась демографическая обстановка в последние годы, в материале моих коллег. Знаковым годом для столицы стал 2017-й. Тогда население достигло 1 млн человек. За 4 года к этой цифре присоединились еще 200 тысяч жителей. Сотни людей со всей страны и за рубежа продолжают мигрировать в Нарсултан. Одни в поисках работы, другие на учебу, третьи, чтобы воплотить в жизнь самые смелые амбиции. В это сложно поверить, но чуть больше 20 лет назад в этом городе проживало всего около 300 тысяч человек. Есть два типа роста населения. Это естественный за счет рождаемости и миграционный рост. Увеличение количества жителей Нарсултана, конечно, в первую очередь связано с процессами урбанизации. Наблюдается миграция из других областей Казахстана. По статистике, большинство из них – это выходцы из южного региона. Семья Бимагамбетовых переехала в столицу еще в 2012 году из Алматы. Супруги нашли себя здесь в профессии. Оба работают на телевидении в агентстве Хабар. Сейчас многодетная семья воспитывает семерых детей. Когда мы были молоды, мы мечтали переехать сюда. Мы планировали это не один год и в конце концов решились на это. Мы очень хотели работать в столице, потому что и для меня, и для супруги в нашей профессии здесь много возможностей. Город дал нам эти возможности. Мы переехали сюда с четырьмя детьми. Здесь родили еще троих. Сейчас мечтаем дать детям хорошее образование, женить их и воспитывать в будущем внуков. Если посмотреть на статистику, есть еще один интересный факт. Население столицы самое молодое по сравнению с другими городами страны. Средний возраст живущих здесь людей не превышает и 30 лет. Зарина Бесембина, Нуршапагат Несибаев, Хабар, 24. Между тем, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжает получать поздравления с днем рождения. Так, президент Турции Реджеп Таип Эрдаган пожелал ему крепкого здоровья, отметив, что Нурсултан Назарбаев заслужил большое уважение и признание не только как лидер своей страны, но и как основоположник стратегического партнерства между Нурсултаном и Анкарой. Свои поздравления по телефону также выразила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России. Валентина Матвиенко отметила, дальновидная политика Нурсултана Назарбаева заложила прочный фундамент для осуществления полномасштабных реформ, обеспечила развитие страны и повышение благосостояния населения. Эльбас поблагодарил собеседников за добрые слова и высоко оценил уровень сотрудничества между нашими странами. В столице прошел предпремьерный показ документального фильма о Нурсултане Назарбаеве «Казах. История золотого человека». Продюсером, картином и интервьюером выступил оскароносный Оливер Стоун. Моя коллега Вероника Боярова побывала на показе. Идея снять документальный фильм о первом президенте Казахстана пришла к съемочной группе еще в 2015 году. Подготовка длилась четыре года. Еще почти два ушло на создание картины. Это совместная работа, снята моим другом Игорем Лопатенком. Надеюсь, что показ пройдет успешно. По звуку не будет никаких браков. Желаю прекрасного просмотра. На предпремьерном показе зрителям продемонстрировали два часа из восьми серийного фильма. История самого Эльбаса переплетена с судьбой Казахстана. Так в картине затронули моменты развала Советского Союза и последующее непростое для страны время. Рассказали о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, операции «Жусан» и об отставке первого президента. Я сама как журналист с удовольствием посмотрела эту работу. Мне очень понравилась работа с архивом. Был показан материал, который был ранее неизвестен. И в целом фильм сделан с большой душой и с большим уважением к истории казахов, к истории нашей страны. Авторы фильма сказали, что у них очень много материала. Ну, ее хватит на сериал, говорят. Чувствуется, что была проделана огромная работа. Я это знаю не понаслышке. И видя картину, она радует глаз. Она смотрится, она держит внимание зрителя больше двух часов. Это непросто. Работа над фильмом завершена. Но вот широкая публика увидит его не раньше следующего года. Впереди еще 9 месяцев рекламной кампании. Режиссер отметил, в первую очередь, эта картина для кинотеатров. Но не исключена ее трансляция и на других площадках. У нас есть ряд предложений от больших платформ. Шоу Тайм, HBO, Амазон. Я не большой фанат Нетфликса, но если они дадут хорошие деньги, мы с ними рассмотрим. Создатели картины отметили. Еще остались фрагменты интервью, которые не вошли в документальный фильм. Полную версию разговоров собираются издать отдельной книгой. 700 страниц нередактированного материала. Вероника Боярова, Марат Диханбаев, Хабар, 24. Использовать кооперационный подход в деле справедливого распространения вакцин от коронавируса и минимизировать глобальные вызовы. О важности работы политических партий говорили на саммите их лидеров. Он прошел в КНР. Участие в работе саммита принял и первый президент Казахстана. О чем говорил Ельбаса, расскажем в следующем материале. Первый президент Казахстана принял участие в саммите лидеров мировых политических партий в режиме видеоконференц-связи. Это событие приурочили к столетию Коммунистической партии Китая. Нурсултан Назарбаев поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие и выступить на представительном политическом мероприятии. Тема нашего саммита очень актуальна. Отражает сердцевину работы нашей политической партии Нур-Отан, которую я возглавляю. В нынешнем году независимости моей страны исполняется 30 лет. Будучи правящей силой, все эти годы мы в партии с самого начала определили свой главный приоритет. Ее победы и достижения не имеют ценности, если не ведут к росту благосостояния сограждан общества в целом. Ельбасы особо отметил достижения Казахстана за годы независимости, а также подчеркнул, что результаты развития во многом были достигнуты благодаря доверию и поддержке партии Нур-Отан со стороны соотечественников. Мы продолжаем работу по обеспечению достойного уровня жизни граждан и модернизации Казахстана как социально ориентированного государства. Наша цель к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых стран мира. Поделился Нур-Отан Назарбаев и своим видением развития новой платформы для многостороннего диалога на уровне политических объединений, инициированный китайской стороной. Пандемия COVID еще раз доказала, что эффективно ответить на глобальные вызовы можно лишь в условиях международного партнерства, взаимной поддержки и доверии. Политические партии могут и должны сыграть здесь свою положительную роль. При этом очевидно, что современная модель международных отношений должна быть основана на равноправии, взаимном уважении, традиции, ценностях, особенностях всех сторон. Председатель партии Нур-Отан отметил, сейчас необходимо использовать кооперационный подход в деле равномерного и справедливого распространения вакцин от COVID-19 среди всех стран мира. Ельбасы также указал на важность работы политических партий по минимизации глобальных вызовов и снижению неравенства в развитии. Выступаю за то, чтобы голос нашей аудитории в мире был слышен гораздо четче и громче. В частности, полагаю, что политическим партиям можно наладить более тесные взаимодействия в целях того, чтобы внести свой вклад в преодоление геополитической напряженности. В завершении Ельбасы подчеркнул, что партия Нур-Отан и коммунистическая партия Китая вносят свою большую лепту в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР. Марк Блюшко, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. Хасмжи Мартухаев направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину. Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели 28 пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Камчатском крае. Напомню, ранее сообщалось, что борт пропал с радаров. Его фрагменты позже обнаружили у поселка Палана. Часть обломков найдена в Охотском море. По последним данным, выживших нет. На Камчатке назвали возможную причину крушения самолета. Судно, вероятно, врезалось в скалу из-за сильного бокового ветра. Но следствие не исключает и ошибку пилотов. Трагедия случилась при заходе на посадку. Предположительно, на второй круг самолет заходил из-за плохой видимости. В настоящее время и благодаря масштабной спасательной операции, которая была развернута с задействованием авиации и Камчатского края, и МЧС, и Минобороны, обнаружены предположительно обломки воздушного судна в 5 километров к северу от Палана. Почти 150 учеников похитили из школы в Нигерии. Группа вооруженных людей напала на учебное заведение в штате Кадуна на северо-западе страны. У школы собрались десятки родителей. По данным полиции, блокировав охрану, нападавшие скрылись с детьми в лесу. 26 человек, включая одного педагога, сумели спастись. Учеников, отмечу, похищают с целью выкупа. С конца прошлого года выкрали почти тысячу несовершеннолетних. Мы открыли коробку, достали оттуда деньги, которые заплатили нам пару дней назад и отдали им. Они спросили, есть ли у нас еще. Я ответила, что нет. Они захватили нас двоих и собирались увезти за собой. Однако на половине пути мне сказали вернуться. И еще о событиях в мире. Четыре человека стали жертвами смертоносного оползня в японском Атаме. Судьба еще двух десятков людей неизвестна. Их поисками занимаются спасатели. Напомню, оползень сошел утром 3 июля. Сель протяженностью почти 2 километра повредил сотни домов и строений. Его причиной стали проливные дожди, которые не прекращались несколько дней. А на Кубе обрушился ураган Эльза. За несколько дней до приближения стихии власти эвакуировали 180 тысяч человек, живущих рядом с водой и горными склонами. Их разместили в специальных пунктах. По прогнозам синоптиков, на Кубе ожидаются сильные дожди. Порывы ветра могут достигать 120 километров в час. После шторм приблизится к американскому побережью во Флориде. В 15 округах штата уже введен режим чрезвычайной ситуации. На западе Канады из-за жары вспыхнули лесные пожары. Спасатели зафиксировали по меньшей мере около 200 очагов возгорания. В их тушении были задействованы десятки человек, в том числе из соседних провинций. Напомню, в Канаде сейчас аномально высокие температуры. На прошлой неделе в ряде регионов столбики термометров достигли отметки в 49 градусов по Цельсию. По последним данным, лесной пожар практически уничтожил небольшой городок Литон на западе страны. И вновь о событиях в Казахстане. О стабилизации обстановки в Лутаусском районе заявили карагандинские спасатели. По данным ДЧС области, ликвидационные работы продолжаются, но угрозы для населенных пунктов нет. На контроле 4 очага. Один пожар потушен на 250 гектарах в Амангельдинском сельском округе горел сухостой. Крупный очаг ликвидируют в Жангельдинском и Актостинском округах. Там с огнем борются около 500 человек. Площадь пожара почти 4000 гектаров. Отдельные очаги есть в Щетском, Сокаровском и Каркаролинском районах. Но больше всех от огня страдает у Лутауски. Напомню, там не обошлось без человеческих жертв. Один житель погиб. Подсчитывают убытки и местные фермеры, потерявшие сотни голов скота. Активно уже организована работа по материально-техническому снабжению всех сил и средств. Если есть населенные пункты, то в округе мы видим, никакой угрозы нет. В Магастауской области реконструируют автодорогу Актау-Форд-Шевченко. На эти работы выделено более 11 миллиардов тенге. Ремонт трассы планируют закончить к осени следующего года. За ходом прокладки нового покрытия следят и жители региона. Специальная группа проводит мониторинг. Эта дорога соединяет два города Актау и Форд-Шевченко. Участок трассы республиканского значения начали реконструировать в январе. Расширят ее до четырех полос. Сняли старый асфальт, утрамбовали песок. Поэтому первые 24 километра дороги будут сданы уже в следующем месяце. Работы здесь ведут сразу несколько подрядных строительных компаний. Работа выполнена на 70%. Это дорога Актау-Аэропорт. 11 часов. В день более 300 рабочих работают в две смены. В день десятки большегрузных машин привозят сюда песок и щебень. Для Камазов проложили специальный объездной путь. В Карагандинской, Туркестанской, Казалардинской и Магисталской областях сейчас действуют временные ограничения на движение многотонников. Доставка грузов осуществляется с 10 вечера до 10 часов утра. Днем разъезжать по областным дорогам этим Камазам запрещено, так как под тяжестью их колес может испортиться дорожное покрытие. Всему виной высокая температура. Из-за жары асфальт становится мягким и большегрузы легко деформируют его. За первые 6 месяцев уже установлено больше 280 фактов превышения положенного веса. Сумма штрафов составила 31 миллион тенге. За ходом строительства этого дорожного участка следят не только специалисты Центра качества дорожных активов, но и жители региона. Мониторинговая группа, в чей состав вошли блогеры и активисты, прибыла на объект. Проведя замеры, они взяли пробы полотна на анализ. Окончательный ответ будет готов в течение трех дней. Эти дороги возводят для людей, поэтому мы проводим рейдовые мероприятия. К примеру, эта дорога ведет к аэропорту. Туристы и местные жители будут здесь ездить. Все говорят, что самые хорошие дороги в Мангастауской области. Скоро мы планируем выезд в районы. Там тоже новые дороги реконструируют. Нами было взято больше 30 различных проб. Керн прошел лабораторные испытания на плотность. Проанализировав все, могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, в этом подрядчики на совесть делают дороги. В течение шести месяцев мы будем мониторить ход строительства всех дорожных участков. С начала года было произведено свыше 160 рейдовых выездов. Это позволило своевременно установить около 75 различных нарушений на дорогах. Динара Нургалиева, Саламат Бекбаев, Магисталская область, Хабар, 24. В казахстанской команде под дзюдо лицензию на участие в Олимпийских играх получили пять спортсменов. Напомню, в каждой весовой категории страну может представить только один атлет. В списке избранных два каргандинца – Ислам Босбаев и Жансай Смогулов. Сейчас борцы усиленно готовятся к Олимпиаде. Мнение, пожелания и прогнозы именитых спортсменов о боях на татами в Токио записала Марина Золотарева. Жансай Смогулов я сталкивался, когда работал в национальной сборной страны старшим тренером. Он выполняет броски Сиа Атоши, это бросок с колен. Влево, допустим, делает Учимата, он хорошо делает этот подхват. С Исламом я тоже пересекался в национальной сборной. Хороший динамичный борец, скоростной. Хорошие у него броски, именно тоже броски с колен. Я думаю, что именно наши два парня, это Ислам и Жансай, если их очень хорошо, грамотно подведут, они покажут хороший результат на Олимпийских играх в Токио. Жансай Смогулова называют королем подхватов. Спортсмен борется весовой категорией до 73 килограммов. 28-летнего дзюдоиста тренирует Кайдар Канжанов. В 2017 году Жансай Смогулов завоевал бронзу на чемпионате Азии. А в 2018-м мастер татами принес казахстанской сборной первое золото на мировом этапе гран-при под дзюдо в Тунисе. Что касается спортивного характера Жансай, то он очень холоднокровно борется, знает, что делать и какой прием необходим. Он может на ковре в последнюю не то что минуту, а в секунду последнюю положить на спину противника. Это очень хорошая черта для спортсмена. Шанс получить золото на этой Олимпиаде действительно есть, потому что сейчас создали все условия для спортсменов. Ждем золотую медаль от Жансая. Стремительный Ислам. Лесный для спортсмена эпитет дзюдоист заработал на мировом гран-при в Алматы. В 2013 году две схватки Ислам Базбаев провел за 35 секунд и стал победителем неофициальной номинации «Самый быстрый чемпион». Личный тренер спортсмена Сергей Дмитренко. В копилке 30-летнего дзюдоиста несколько серебряных и бронзовых медалей. В 2018 году Ислам, как и Жансай Смогулов, завоевал золото на мировом этапе гран-при под дзюдо в Тунисе. Ислам очень талантливый спортсмен, очень бросковый, в принципе, со всеми боролся, практически всех лидеров выигрывал. Все будет зависеть, я думаю, от того, как он подойдет к самому главному старту. Ну и, конечно, определенная доля везения должна быть на Олимпийских играх. Если все сложится успешно, он должен достойно отбороться и, думаю, вернется с медали. Оба спортсмена – яркие представители карагандинской школы. Регион – один из лидеров казахстанского дзюдо. Борьба культивируется в 18 спортивных заведениях области и продолжает набирать популярность, говорят тренеры. Дзюдо занимаются почти 3000 человек, среди них 23 мастера спорта. Марина Золотарева, Сайла Уильков, Аслан Демизбаев, Караганда, Хабар-24. Лучшие пейзажи и портреты нашей страны. В столице Германии открылась фотовыставка под названием «Природа, культура, люди, завораживающий Казахстан». Она посвящена 30-летию независимости и Дню столицы. Организовали ее посольство Казахстана ФРГ и сообщество Казан. Чем еще удивляли берлинцев, узнала наш сапкор Шолпан Айманбаева. Огромная юрта с убранством. И все это в сердце Берлина, в крупнейшем торговом центре. Тут можно померить Шолпан, попробовать сыграть на дамбре, а еще послушать наши национальные мотивы. Киев, Курмангазы, Дины, а также всеми любимые народные песни. Студенты Казахского национального университета искусств представили столице Германии особенную программу. Прекрасные вокальные данные и виртуозная игра на дамбре действительно удивили берлинскую публику. «Мне очень нравится казахская музыка. Мне она нравится настолько, что я даже купила несколько дисков. А еще я записала видео с этого концерта. Меня тронул голос солистки. Я обязательно выставлю это видео в соцсетях. Я считаю, что эта выставка отлично рекламирует Казахстан. Сразу появляется желание посетить вашу страну». Также гостям презентовали фото-выставку. Чарынский каньон, красавица-столица, бескрайние степи и табуны лошадей. Зрители как будто погрузились в настоящее путешествие. Эти неповторимые пейзажи словно переместили всех на время в самобытный, современный и многогранный Казахстан. Благодаря этой фото-выставке многие иностранцы получили великолепный шанс познакомиться с нашей родиной. А у тех, кто родился или бывал в Казахстане, эти кадры вызвали ностальгию. Кстати, полюбоваться экспозиции пришли казахи, проживающие в Германии, бизнесмены, а также представители МИД ФРГ. Мне очень понравилась выставка. Особенно меня впечатлила музыка и мастерство ваших артистов. Приятно слушать казахскую музыку у нас в Берлине. Они подарили нам частичку Казахстана. Я еще, к сожалению, не был у вас, но очень хочу посетить вашу страну. Я поздравляю всех жителей Казахстана с 30-летием независимости. За это время страна действительно преобразилась. Желаю вам процветания. 28 лет живу в Германии. Вы знаете, что я чувствую? Я чувствую. У меня сердце, наверное, не остановишь. Это музыка, вот этот колорит, вот это все, что хочет Казахстан нам показать. Это все тут, в этом месте, в центре Берлина. Озера, наши горы, все, что... Вот знаете, слов не нахожу, но очень-очень рада. Фото-выставка, посвященная Казахстану, останется в Берлине на целых две недели. После организаторы планируют представить инсталляцию во Франкфурте и Мюнхене. Шулпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok